Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Всех с Масленицей, друзья! Вы видели в начале видео, сколько блинчиков на тарелочке. Это, друзья, мой любимый муж нажарил блинов, пока я была на работе. Мне так приятно! Но еще мне больше приятно от того, что он эти блинчики пожарил по моему рецепту, который есть в видео. И все получилось! И каждый блинчик отошел! И очень красиво! И очень вкусно! Ну, а мне, друзья, осталось только их начинить. У нас будут разные начинки. Сейчас я придумаю, как это все оформить. И все вам покажу. Смотрите, друзья, какая буква А! Муж пожарил! Это от Артура блины! Какой молодец! Надо же, такой фантазер! Очень круто! И так, первая начинка. Ой, какие блинчики! И у нас начиночка очень-очень вкусная. Кто отгадает, какая? Какую мы больше всего любим? Правильно! Правильно! Это мясо с грибочками. Это самая вкусная начиночка. Вот. Беспроигрышный вариант. Какие блинчики получились! Мягенькие! Как они отлично просто сворачиваются конвертиком. Видите, какая красота! Вот мы сейчас сделаем несколько начинок. Будет у нас несколько сортов блинов. Настоящая масленица! Такое шикарное изобилие! Посмотрите, как блинчик получается. Видите, он сворачивается, и краешки не лопаются. Такое эластичное тесто получилось! Красота! Красота! В квартире такой аромат блинов стоит. Слюньки бегут, кушать хочется! Вот. Мы вот эти блинчики с мясом с грибами сегодня не будем обжаривать на сковороде с маслом, как я вам показывала. Покажем вам другой способ, который нам больше нравится и больше подходит. Но может он именно только нам больше подходит? Вы посмотрите. У нас есть гриль-плита. И мы на ней жарим наши блинчики с мясом. Не надо ни масла, ничего. И они очень вкусные получаются, нежирные. Кому там жирного нельзя, там жареного. Вот, чтобы сильно уж так... Потому что, честно говоря, когда на масле обжариваешь, да, вкусненько, но это жареное масло. Поэтому мы очень довольны. Приобрели такую плиту в гриле, всякие завтраки, бутерброды. Вот муж предложил, давай попробуем блины сделать. И сделали, нам понравилось. И теперь мы так делаем регулярно на этой плите. Поэтому, ну, как вариант, очень-очень хороший. И красивые они получаются, такие поджаренные ребрышками. Сейчас мы вам это покажем. Вот, друзья, смотрите, как мы будем наши блинчики поджаривать. Вот такая у нас чудесная гриб печка. Потому что мне помогает. Пергамент подложили специально, чтобы потом не мучиться отмывать саму толстерницу. Хотя у нас съемные пластины. Их мыть удобно, но так проще гораздо. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать штучек. Все. Теперь уже отработанным ложем накрываем и придавливаем. Вот, смотрите, какая фирма. Голд Лайн. Это израильское производство. Ну, я думаю, наподобие таких тостеров и разных фирм бывает. Смотрите. Все, что можно в ней готовить. И все. Подождем и покажем блинчики, как получились. Пока мисе у нас жарятся блинчики, я еще хочу сделать с икрой. Вот так. Прям вот. Немножечко. Я вот не хочу рулетиком. Наверное, вот так я сделаю. Вот. Вот так. Вкуснотень, вкуснотень, вкуснотень. Кто любит блинчики с икрой? Ммм. Красная рыбка. Блины у мужа получились просто замечательные. Вы видите? Кто переживает, кто думает, что не умеет блинчики готовить. Вот заходите, смотрите видео. Я думаю, очень подробненько там все описала, рассказала. Все получается. Единственное, конечно, муж сказал, что почему-то тесто у него немножечко густоватое было. Он чуть-чуть долил молочка больше, чем у меня. Не знаю, с чем это связано. Может быть, мука. Ну, вот как бы нужно смотреть, чтобы густота была такого, как очень редкая сметанка. Вот какие блинчики у меня получились. И давайте вот так вот сделаем. Какая вкусная тень. Класс. Вот проверяем наши блинчики. А ну-ка. Какая красота. Видите, друзья, о чем я говорю? Ни масла не надо, ничего. А вкуснотища. Они горяченькие. Внутри все нагрелось. И мясико все. Как это вкусно, если бы вы только знали. Все, мы перекладываем и переходим к другой начинке. Следующая начинка у нас охотничьи колбаски. Вот так вот порезали соломочкой. И твердый сырок. Сырок расплавится. Колбаска даст копченый аромат. Это так вкусненько. И точно так же конвертиком вот так вот заворачиваем. И мы это зажарим в гриле. В нашей. Вот буквально вот так вот. Несколько кусочков. Вот так, немножечко сыра. Вот так. И вот, друзья, открываем наше чудо-криль. И наши. Вторая партия. Блинчики с охотничьей сосиской и сыром. Как парит. Ну, правда же красиво. Ну, очень. Надо сейчас один разрезать, посмотреть. Давай. Покажем. Как это красиво. Так, смотрим. Ой, сырочек расплавился. Видите, друзья. Твою дивизию слюни потекли. У меня тоже. У меня тоже слюнки текут. Гляньте, друзья. Гляньте, какая красота. Хоть бери Машу так вот. Что ты делаешь? Ага. Отключай. Вот такая, друзья, у нас получилась блинная тарелочка. Блинчики с икрой с красной. Просто блинчики будем кушать с абрикосовым вареньем. Блинчики с мясом с грибами и блинчики с охотничьей копченой колбаской и сыром. Сейчас сделаем чаек и будем кушать. Как это вкусно. Ну вот, друзья, блинчики готовы. Сегодня последний день Масленицы. Прощенное воскресенье. И все люди просят друг у друга прощения. Точно так же и я. Прошу прощения у всех, кого обидела. Не со зла. И у родственников. И у знакомых, и у одноклассников, и у сотрудников, и у всех, кого я знаю. Я прошу вас прощения. Пусть будет мир и благополучие в ваших сердцах. На этом мы заканчиваем запись в своем дневничке. Переворачиваем страничку в светлое будущее завтра. Вот так мы вас тоже любим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok